Приветствую вас. То, что вы описываете, можно назвать потерей личностного смысла. И на самом деле является следствием куда более серьезных проблем. Например, значит, подавление вас, повышенная моральная ответственность, эмоциональная отстраненность родителей, либо наоборот их, ну, чересчур сильная опекаемость ваша. Совершенно очевидно, что у вас имеет место быть так называемый сценарий без радости. То есть вы не делаете ничего для себя. Изначально. Изначально вы ничего для себя не делали. Вот. Как это видится мне. И вот с этим и нужно разбираться. То есть, почему вы для себя ничего не делаете. Какие стоят запреты на этом пути для вас. То есть, считаете ли вы себя менее достойным, считаете ли вы себя хуже других и так далее. Вот. То есть, какая у вас, грубо говоря, позиция социальная, да? Вот. Какой вы по отношению к людям и какие люди по отношению к вам. Вот. Соответственно, именно с этого момента и, ну, не начинать вам разбираться. Самостоятельно разобраться с этим мне не представляется возможным. Скажу честно. То есть, я слабо представляю, как вы сами можете разобраться в этой вот своей... проблеме, которая имеет место быть, когда вы находитесь в этом вот конфликте, который подавляет вас. Который лишает вас сил, воли, свободы принятия решения собственного. Вот. И, как следствие, возможности быть счастливым. Смотрите. Вам 21 год, пишите вы. Но при этом вы работаете. То есть, вы по какой-то причине именно работаете, а не учитесь. То есть, вы не развиваетесь. Вы не идете по пути развития. А работа, она далеко не всегда, к сожалению, подразумевает рост, перспективу развития. Да. И так далее. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что вот здесь, то, что 21 год ваша жизнь состоит из дома, работы, дома и опять работы, требует серьезного анализа и разбора. То, что вы не перевариваете людей, то, что вы, ну, не можете с ними, как я понял, находиться, общаться, взаимодействовать как-то, да. Вот. Связанное с тем, что вы себя сравниваете. То есть, это механизм сравнения. То есть, вот я такой, а они вот такие. И здесь ключевой момент в том, что вы считаете себя хуже. То есть, вы сами хуже, чем они. И это тоже очень серьезный момент. Почему серьезный? Потому что откуда-то, откуда-то вы знаете, что вы хуже, чем другие. Откуда-то, кто-то сказал вам, что вы хуже других. И, на мой взгляд, нужно, чтобы вы нашли причину этого. То есть, кто внушил вам, что вы хуже других. Какие, или лучше сказать, может быть, чьи ожидания вы не выполнили? Чьи ожидания вы не выполнили? Не оправдали. Что привело вас к такой мысли, что вы хуже других. Далее, если вы, значит, хотите убежать, да? То есть, ну, вот вы хотите принимать запрещенные, как вы говорите, препараты. Вот. Что это означает избегание? То есть, вам хочется избежать. Избежать. Из мира, в котором вы живете. Ну, не нравится он вам, мир, в котором вы живете. Он вас напрягает. Вам в нем некомфортно. Неспокойно. Если угодно. И на эту тему тоже, безусловно, нужно разговаривать. От чего вы сбегаете? Допустим. От чего вы бежите? Что опасно для вас? Что вызывает тревогу, страх? Поначалу это тревога. Поначалу. Потом тревога может перерасти во что-то большее. Например, страх. А там уже может быть и, соответственно, фобия. Если вы не будете обращать внимание на то, что именно вызывает у вас тревогу. Вот. То есть еще раз. Чтобы вы правильно понимали положение вещей. То, что вы говорите, то, что вы пишете, то, что вы описываете. Да? Это следствие. Это не причина. Причина, она в чем-то другом. Вот. А я не знаю в чем, конечно. Потому что для этого нужно с вами работать. Вот. Но я полагаю, что причина кроется в вашем отношении к себе. В ваших неверных представлениях о себе. Вот. Которые мощно и нужно менять. Но для этого необходима индивидуальная работа. Вот. Далее. Если говорить о, значит, перепадах настроения. О сильных перепадах настроения. То, на мой взгляд, на мой взгляд, перепады настроения связаны с тем, что вы, как бы это сказать, не контролируете свои эмоции. То есть вы не умеете их расшифровывать. Вы не знаете, что за чувства вы испытываете. Какие они, эти чувства. Что они из себя представляют. Да. О чем они, собственно, свидетельствуют. Вот. И если это так, то анализировать свои чувства до известной степени, конечно. Чтобы не сместить акцент с того, что, ну, с того, что вы делаете, да. Чтобы не сместить акцент. Вот. Мольно и нужно. Здесь я бы рекомендовал вам для начала книгу Федерика Первого. Практикум по гестальт-терапии. В этой книге вы найдете упражнения, которые помогут вам научиться чувствовать свои эмоции. Ощущать их. Понимать, что за ними стоит, какие за ними стоят. Может быть, ну, желания, может быть, потребности ваши. Вот. И, соответственно, уже, исходя из этого, корректировать свою деятельность, свое поведение. Свою модель поведения так, чтобы по итогу был тот результат, которого бы вы хотели, который, ну, который бы, по вашему мнению, был бы вам наиболее подходящим. Вот. Это то, что можно вам сказать, исходя из того, что вы написали. То, что вам не привели любовь к себе, да, то, что вы, ну, не любите себя, то, что вы к себе относитесь, поскольку, поскольку, достаточно, ну, я бы сказал, негативно. Это, грубо говоря, заслуга родителей и детко-родительских отношений. И, соответственно, чтобы разобраться в этом, нужно и работать с этим, с детко-родительскими отношениями. Что у вас происходило, как у вас происходило, почему происходило, какие у вас отношения с мамой, с папой, вот. Откуда такая, можно сказать, необходимость работать, вот, ну, это, собственно, 21-21-то год, да, вот. То есть, я понимаю, что, наверное, наверное, необходимость есть, но меня интересует, скорее, то, в чем она, в чем эта необходимость заключается. Конкретно. Вот. И как, самое главное, как эта необходимость, работа, воспринимается вами, вами самим, для себя. Понимаете? Что вообще вы делаете для себя? Делаете ли вы вообще что-нибудь для себя, чтобы как-то, ну, чтобы вам было хорошо, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было спокойно, ну, и так далее. Все вы делаете для своей безопасности. Это, кстати говоря, одна из причин, по которым вы не можете переваривать людей. Это одна из причин, по которым вы не можете переваривать людей, а у вас нет лишней границы. Достаточно четких, чтобы вы могли без вреда, ну, без негативных последствий для себя взаимодействовать с ними, с людьми тоже. Вот. И это, на самом деле, тоже серьезно. Вот. Знаете, какой момент? То есть, вот, мне ситуация представляется именно вот так. Мне ситуация представляется именно вот так. Что вам нужно над эмоциональным интеллектом, над своей социальной позицией, над детско-родительскими отношениями проводить работу. Ну, и естественно, принятие себя, это безусловно, это даже не обсуждается. Так. Принятие себя, это необходимое условие для того, чтобы вообще в жизни что-то получилось, в том числе и, ну, в том числе и во взаимодействии с другими людьми. Вот. Так. Поэтому, я думаю, что вот примерно в таких-в таких направлениях вам и нужно работать. Вот. Справитесь ли вы сами, вот, ну вот, с этими аспектами? Нет. Сами вы с этими аспектами не справитесь. Сами вы не сможете, ну, просто потому что вы находитесь в этой ситуации и вы не можете наблюдать на себя со стороны. Вот. И, соответственно, по этой причине вы не способны будете себе помочь никак. То есть, если бы человек мог себе помочь, ну, на самом деле психологи были бы не нужны тогда. Вот. Это вот то, что я могу вам сказать, исходя из вашего текста, из вашего сообщения. Вот. А я надеюсь, что помог вам. Начните обязательно с книги, что я порекомендовал. Вот. Начните, пожалуйста, именно с неё. И дальше уже обращайтесь к психологу и работайте. И на этом всё. Значит, если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.